Итоги уходящего понедельника Я хотел купить, а смотрю, у кого нет Как вышли на след нарушителя Грабли как аксессуар В Бобруйске прошел первый в сезоне субботник Все, что тут осталось, было под снежным покровом Мы должны это убрать и привести в порядок Где навели марафет А также ценовой контроль Дорожная безопасность И ветреный сценарий Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем Что ждать на выходных? Путь земля будет щедрой На полях Бобруйского района отметили праздник первой борозды Старинный обряд засевки дал старт посевной кампании в Могилевской области Региону предстоит высадить почти 400 тысяч гектаров феровых культур Увлечь ли площади под гречиху, кукурузу и картофель О задачи номер один Карина Гуревич Праздник первой борозды Одно из главных событий для тружеников села В этот день на полях Михалевской Нивы Встречают администрацию области, города и района Руководители сельхозпредприятий По традиции перед началом посевной проводят старинный обряд Семена попадают в землю из рук почетных гостей Итак, посевной дан старт У Михалевской Нивы наполеоновские планы Во-первых, хозяйство готово к освоению нового На полях засеют 100 гектаров гречихи Плюс в этом году сельхозпредприятий объединилась с схемой агро Территории увеличились на 3000 гектаров Расширился парк техники и штат Зарплата людям должна быть тоже достойная Правильно, если человек сегодня у меня работает 12 часов У нас 10-часовой рабочий день Но по согласию работника и 12 работают, чтобы заработать Михалевская Нива засеет почти 3000 гектаров яровых Около 200 гектаров бобовых И свыше 300 гектаров однолетних трав на корм Для проведения кампании в оптимальные сроки все готово Техника отремонтирована, люди рвутся в бой Главное, отмечают в хозяйстве, бережно относиться к ресурсам Ячмень прошел проверку на качество Инспекция подтвердила Зерно чистое, без примесей и даст хороший урожай В планах у хозяйства засеять 600 гектаров полей И получить больше 2000 тонн продукта Экзамен на прочность начался Здесь важен каждый погожий день Самое главное сейчас для аграриев Поймать ту влагу, которая есть в почве Могилевской области предстоит посеять почти 400 тысяч гектаров яровых культур Более 220 тысяч это площади подозимые Их в сравнении с прошлым годом увеличили на 5% Мы понимаем, что в этом году будет востребованность на продукты питания И мы делаем все необходимое, чтобы их было в достаточном количестве Не только для Могилевской области, для республики Но и в целом для того, чтобы мы смогли продать за рубеж Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием Чтобы так было и впредь, АПК уделяют особое внимание В этом году аграрии должны произвести 9 миллионов тонн зерна 700 тысяч тонн рапса и 5 миллионов тонн сахарной свеклы Задача номер один – провести посевную качественно и в срок Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Подался соблазну В Бобруйск, когда держали мужчину, он вынес из магазина бутылку водки Около полуночи в торговом объекте сработал тревожный сигнал На место прибыла охрана Внимание экипажа привлек человек с собакой Он спешно пытался уйти Местного жителя остановили и нашли у него спиртное Однако тот уверял, что товар приобрел на заправке Картину прояснили камеры видеонаблюдения Дверь в дискаунтер, оказывается, забыли закрыть Но на сигнализацию поставили Я хотел купить, а смотрю, у кого нет В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хищение В Бобруйском районе руку женщина зажала все на дробилке Инцидент произошел в деревне Березовиче Спасатели вызвали односельчане При подаче сена кисть работницы оказалась между валами электрического измельчителя травы Спасатели с помощью специального инструмента освободили руку И бригады скорой медицинской помощи Жительница была госпитализирована 56-летняя местная жительница получила множественные переломы правой кисти Опасный сезон, весенние каникулы и оздоровительная путевка На лето в белорусских санаториях забронировано более 60% мест Во сколько обойдется койка день Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Министерство антимонопольного регулирования и торговли ведет контроль за ценами На сайте ведомства открыто электронное окно, где каждый может сообщить о завышении стоимости Все сведения аккумулируются, систематизируются и принимаются в работу С начала года уже зафиксировано 263 нарушения На лето в белорусских санаториях забронировано более 60% мест Особый интерес наши здравницы вызывают у россиян За последние две недели реализация путевок увеличилась вдвое Стоимость одного койка дня в стандартном двухместном номере меньше 70 рублей У школьников начались весенние каникулы В связи с этим ГАИ переходит на усиленный контроль Инспекторы будут дежурить рядом с детскими площадками и учреждениями образования С родителями и несовершеннолетними проведут беседы За парты учащиеся снова сядут 4 апреля В республике с начала года зафиксировано более 60 случаев болезни лайма и 2 энцефалита Паукообразные в основном предпочитают смешанные леса Собираясь на природу, специалисты рекомендуют минимизировать открытые участки тела А придя домой, стряхнуть вещи и тщательно себя осмотреть Эта неделя в Беларуси будет ветреной и холодной Уже во вторник прогнозируется мокрый снег с дождем, гололедица и порывистый ветер Температура воздуха ночью от 0 до плюс 6, днем от 2 до 13 тепла Такая же погода ожидается и на выходных Экологический челлендж В Бобруйске прошел городской субботник В генеральной уборке подключились сотрудники предприятия, депутаты и просто неравнодушные Лоск навели в лесопарковых зонах и на территории крепости О важности лепты каждого Ольга Васенда Сотрудники теплоэнергетики выходят на первый субботник в сезоне Убирают листву и мусор, в руках перчатки, мешки, грабли и метлы Фронт работы от Московской до Минской Плюс прилегающие территории предприятия Все, что тут осталось было под снежным покровом Мы должны это убрать и привести в порядок Цель нашего предприятия проведения этого субботника Чтобы у нас был город чистый, светлый и достойный Жители и гостей Марафет наводят и на территории Бобруйской крепости Вблизи женского монастыря На благо города трудятся сотрудники водоканала и ДЭПа Свыше 150 человек Мужчины срезают сухие деревья и кустарники Женщины собирают ветки и мусор Мы должны наш город сделать тише Сами должны сделать, нам никто ничем не обязан И будет приятно тут гулять с детьми и всем горожанам К генеральной уборке подключаются также сотрудники Первомайской администрации Лоск наводят в лесопарковой зоне на пересечении Гагарина и Лынькова Свой выходной на свежем воздухе проводят целыми семьями В стране не остаются и депутаты Когда вносишь частичку труда в общее дело, вот как сегодня на субботнике нашего Первомайского района Всегда чувствуешь удовлетворение от сделанного процесса и работы Поэтому сегодня настроение очень хорошее, отличное Масштабные субботники сейчас проходят во всех городах Беларуси Какой будет малая родина, здесь все зависит от вклада каждого Как к движению могут присоединиться все желающие Он шел на воздушный таран четырежды и каждый раз оставался в живых В первой школе прошел урок мужества, посвященный герою Советского Союза Борису Ковзану Семиклассники собрались в музей боевой и трудовой славы, чтобы узнать о жизни и подвиге единственного в мире летчика-истребителя В годы Великой Отечественной совершил четыре воздушных тарана и выжил На счету человека из легенды 360 вылетов, 127 боев и 28 сбитых самолетов противника Должна эта память сохраняться, она должна передаваться поколениям последующим Тем более, что об этом Борис Иванович сам говорил Что вот нужно воспитывать патриотов своей родины Борис Ковзан, как и другие его сверстники, ушел на фронт со школьной скамьи Многие из них не вернулись После войны продолжал службу авиации и проводил большую общественную работу Встречался с трудовыми коллективами, в том числе с учениками и педагогами школы номер один Здесь он учился 7 апреля летчику исполнилось бы 100 лет Это все и события, к этому минуту Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»